Ассамблея народа Казахстана Она сегодня выступила с обращением, в котором полностью поддерживает решение главы государства Касамжумарта Токаева о проведении внеочередных выборов президента. Проведение выборов путем прямого волеизъявления народа позволит снять любую неопределенность, считают представители этнокультурных центров. Предстоящие президентские выборы станут патриотическим актом по сплочению народа, дадут мощный импульс стабилизации экономики, обеспечению гражданского мира, социальной стабильности для решения ключевых задач, поступательного развития страны и, самое главное, благополучия граждан. Мы, осознавая свою ответственность перед будущим, исходя из высших интересов народа и страны, выполняя свой гражданский и патриотический долг, поддерживаем проведение внеочередных выборов президента Республики Казахстан. Ассамблея народа Казахстана призывает всех казахстанцев поддержать данное решение как единственно правильный выбор в пользу благополучия и процветания народа Казахстана во имя будущих поколений. Благодаря Ельбасу Казахстан стал примером развития многовекторной политики и экономики в Центрально-Азиатском регионе. Важно сохранить эти позиции, так считает главный советник президента Турции Елчин Топчу. По его мнению, предстоящие июньские выборы имеют большое значение для стабильности государства региона в целом. Для каждого государства важно устойчивое управление. Это влияет на внутреннее экономическое положение и отношения с другими странами. В связи с этим Казахстан оперативно принял правильное решение. Объявив о всенародных выборах 9 апреля, страна еще раз оправдала доверие всего мира. Также после этого возрастает уверенность иностранных инвесторов к власти. От имени турецкого народа желаю братскому нам государству провести выборы на высшем уровне. Немецкий авторитетный политолог Александр Рар прокомментировал объявление о проведении внеочередных выборов в Казахстане. Он считает, что это, цитата, «хороший ответ на вызовы, стоящие перед страной в период текущего транзита власти». Как заметил сам президент, объясняя свое решение, сейчас в мире складывается не очень благоприятная обстановка, из-за чего возрастают риски и угрозы, в том числе для Казахстана. «Уверен в том, что выборы пройдут демократично, что казахстанцы уверенно и ответственно сделают свой выбор, поддержат того кандидата, который, как Назарбаев, будет стоять за стабильность в стране». Проведение внеочередных выборов имеет не только политическое, но и социальное значение, но и историческое. Уверен, суверенный Казахстан впервые за свою историю проводит транзит власти. Такое мнение высказал председатель Союза писателей Казахстана Улукбек Есдаулет. Он подчеркнул, казахстанцы должны воспользоваться своим гражданским правом и принять участие в выборах. «Сейчас главное – провести выборы мирно и законно. Это позволит сохранить стабильность в обществе и еще раз покажет миру, что с Казахстаном нужно продолжать диалог». Внеочередные выборы президента помогут достойно воплотить в жизнь масштабные реформы, начатые Ельбасы. Об этом говорит представитель гражданского сектора из Актау Анар Шамшиддинова. Она считает, что наша страна за годы независимости доказала, что способна отвечать на глобальные вызовы современности. «Все заявленные ранее госпрограммы не должны останавливаться. Мы понимаем, это работа, движение поступательное, шаг за шагом. В сплоченности и единении мы достигнем тех высот, о которых говорил Ельбасы. И новый человек станет гарантом этого результата. Именно поэтому выборы нужно провести сейчас, чтобы люди понимали, страна имеет президента. Страна определилась с внутренней политикой». Внеочередные выборы выведут Казахстан на новый этап развития. Это усилит казахстанскую экономику и укрепит положение страны в мире. Такое мнение высказал политолог Нурлан Сейдин. «Выборы нужны ещё и для верного курса внешней политики. Казахстан сегодня является оплотом стабильности в Центральной Азии. Всё мировое сообщество смотрит на нас. Сейчас экономическая ситуация во многих странах неоднозначная. И мы должны быть готовы к любому сценарию. А крупный бизнес, в том числе и зарубежный, ждёт от нас чётких и ясных правил игры, стабильных условий. Поэтому нам просто необходимо скорее определиться с законно избранным президентом и выйти на новый политический и экономический уровень». К другим темам. Индивидуальный подход к управлению домами и планируют ввести в Казахстане. Его суть заключается в том, что у каждого дома будет свой собственный текущий изберегательный счёт. Управляющий или менеджер, которого определяют сами жильцы, будет управлять только одним многоквартирным домом. Согласно новым нормам законопроекта, это позволяет в четыре раза снизить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт жилых домов. Он будет составлять всего 12 тенге. Но жильцы вправе самостоятельно устанавливать сумму взносов для сбережений. Это зависит от состояния самого дома. «Пять сотых процента от МРП за квадратный метр каждый житель должен сдавать для капитального ремонта, подчеркну особо, собственного дома. Не КСК, где было 20, 30 или 100 домов, а именно собственного дома. И мы предусмотрели такой механизм, я сегодня и доложил об этом заседании, возможность получения льготного займа в жилстрой Сбербанке. Необходимо накапливать, это очевидная международная практика, это логичное действие каждого из нас, когда мы постепенно накапливаем на ремонт дома, и эти сроки непременно наступают». В Туркестанской области химическую обработку против марокканской саранчи проведут на 83 тысячах гектарах. Это в три раза меньше по сравнению с прошлым годом. Сейчас угрозы нашествия полевых вредителей практически нет. Для борьбы с вредителями выделено 17 автомашин и создано 15 рабочих групп. Всего же в Казахстане планируется обработать 950 тысяч гектаров полей. На это выделено больше 2 миллиардов тенге. Со стороны Министерства сельского хозяйства проведена работа по подготовке борьбы с саранчой. У нас достаточно химических препаратов, хватает и специальной техники. Фермеры могут не волноваться, так как никакой угрозы их полям нет. Эффективные меры по борьбе с саранчой будут проведены не только в Туркестанской области, но и в других регионах. В Алматы прорвало теплотрассу. ЧП произошло в пятом часу утра. Мощный фонтан кипятка выбил окна в квартирах ближайшего жилого дома. Бригадами скорой помощи 4 пострадавших доставлены с термическими ожогами ног. Из них один отправлен на амбулаторное лечение. Состояние пациентов на данный момент стабильное. Серьезный ущерб был нанесен не только квартирам, но и автовладельцам. 8 машин оказались в зоне коммунальной аварии. Сегодня в 4 утра я посмотрел с балкона, машина орала, сигнализация. Думал, что-то случилось. В настоящее время сотрудниками тепловых сетей перекрыто водоснабжение в квадрате, где произошла авария. Это целый квартал. Очаг прорыва локализован и сейчас здесь идут ремонтные работы. Что же касается пострадавших, в теплоэнергокомплексе уверили, что никто из пострадавших не останется без внимания. Есть информация такая, что все квартиры будут отремонтированы за счет предприятия, то есть за счет тепловых сетей. Автомобили всем владельцам будут выплачены компенсацией через страховые компании, установленные в законном порядке. На сегодняшний день в городе 61,3% тепловых сетей имеют изношенность, поэтому в планах сейчас будет принято решение о выделении средств и теплотрасса будет реконструирована. Наш выпуск завершен. Далее прогноз погоды. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин